здравствуйте вы на канале садовые приключения с надеждой и сегодня мы снова возвратимся на мой питомник сегодня мы с вами будем разговаривать про елки и я вам покажу как я научилась черенковать ели коника и у меня получилось даже черенковать такую красавицу как дайзи уайт и еще как черенку что у меня получилось как получилось выращивать ель не деформис я покажу вам и те елочки которые находятся сейчас череночники как мы пересаживаем их и те елочки которые мы сейчас будем переваливать большие контейнеры ведь у елочек совершенно интересная корневая система и для того чтобы они росли их нельзя посадить в открытый грунт потому что у них может быть один корешок который уходит в сторону и все их обязательно надо садить контейнеры чтобы корневая как бы оплетала контейнер и каждый год для подростка эти елочки переваливается из одного контейнера в другой больше по объему но меньше слов а больше делать приступаем к работе сейчас я покажу что я делаю и так я сейчас пришла к череночнику вот у меня здесь моя красивая дайзи уайт видите у нее такие пушистые уже подросли даже макушечки конечно ее надо было высадить и пораньше но правда не хватало совсем у меня рук поэтому только сейчас дошли руки до высадки вот это это коника зеленая вот видите череночки тоже подросли и здесь немножко не деформиса даже вот с лишенька проросла вот немножко не деформиса не деформис в этом году хуже принялся обычно он у меня очень хорошо принимается вот сейчас мы будем выкапывать ее я сейчас покажу корневую и будем пересаживать баночки баночки мы наполнили специальной землей тоже расскажу вот откапываю первое растение и показываю какая и показываю какая корневая вот такая корневая у этого растения если посмотрите оставлю ведь и вот получается вот такой вот корешок то есть тут два корешка тут очень удачно и все этот корешок вообще может уйти в сторону вот поэтому обязательно выращиваем в контейнере чтобы корешок остался ходил по кругу контейнера вот я попробовала растить в почве он ушел далеко-далеко и при выкопке растения получается отрезаем корешок и он остается практически без корней вот такой сейчас я покажу вот отвалился еще у меня наверное вот так будет лучше посмотреть вот получается черенок с дейзи уайт который год простоял в череночнике и вот еще я покажу вам немножко черенков вот этих елочек и вот их корневые какие видите здесь как-то даже подвезло они больше разветвленные прошлом году у меня они были с одним корешком вот есть одна ведь с одним корешком то есть один корешочек в сторону ушел и все вот такой вот нежный вот сестра наполняет баночки только надо все одинаковые это не величины наполняет баночки грунт приготовленный половина свойского грунта который у нас растет который у нас на участке и еще торфа привез муж торфа и наполовину перемешал потому что для елей нужны совершенно такая рыхлая земля она не любит твердых земель плохо там растет пересадили мы вот эти череночки укорененные 400 граммовые стаканчики спрятали в тень и вообще будем потом притенять спонбондом потому что очень нежная получается и глица и боимся чтобы горит потому что сегодня яркое солнце а сейчас мы достаем старые стаканчики вот то что было посажено в прошлом году вот прирост уже получается моих елочек конечно сейчас она немножко взяли это все пропалится и вот так достаются стаканчики а на это место в эти углубления будут посажены стаканчики с черенками которые мы посадили в этом году а вот это все пойдет на перевалку то есть большего размера стаканы большего размера ну вот я достала а вот мои ёлочки которым уже по два года вот они тоже такого размера приблизительно где-то сантиметров 15 вот додевают а вот плоские ёлочки не деформить вот сейчас мы произвели пересадку и прикопали все все горшочки прикопаны на уровень земли и сверху мы прикрыли вот такой вот сеткой притянили для того чтобы не было обгорания побегов которые совсем совсем нежные которые дали свои веточки прям в череночнике поэтому обязательно надо притянить сеточкой а вот это это уже пересаженные растюхи которые проросли целый год горшочках вот то есть вот они были в череночнике вот уже на воле вот такие растюхи вот мы их тоже пересаживаем тоже присаживаем на уровень земли дальше вот здесь мы сделаем камешками отложим для того чтобы кошение не попала никакая прикошение не попала никакая сетка не повредили наши растения ну вот такие вот дела ну все попрощаюсь лицо свое показывать не буду потому что на работа на уставшие поэтому не хочу чтобы меня обозревали в таком виде не забудьте поставить вот такой вот палец вверх и кто ко мне впервые заглянул на канал не забудьте подписаться вот моя сестра еще работает тоже она прикрывает листьями растения и вот там еще дальше мы будем прикапывать растения ну все пока таня помаши ручкой